всем здрасте сегодня в ремонте toyota rav4 будем делать морду и так вот в таком состоянии ко мне в гараж заехал раб побит капот лонжероны свернуты подушка естественно также согнут вот этот нижний подрамник то самое плохо но я ее разобрал еще немного здесь отсверлю чтобы снять вертикальные части телевизора не труд прикручены и нижнюю часть и потом начну вытягивать и так отсверливаю откручиваю это очень хорошо встаете сделано хоть что-то можно просто открутить без сверла ну и вот как бы это дело все убрал и начинаю вытягивать правый лонжерон заметьте взлом упираю домкратом чтобы лишнего не перетянуть и таким образом натягиваю кончик лонжерона и упираю залом эту поперечину придется снять она мешает мне работать вот она как выглядит вот этот заломчик ее и будут делать позже и так продолжаю по ремонту жиро направо после снятия работу пошла быстрее и легче натягиваю и потихоньку убиваю залом конечно весь он не вобьется тем более что он начинает разрываться убираю немного дугу но вот вот здесь есть мятину как видите залом порвался выбираю все эти агрегаты и отсверливаю часть лонжерона чтобы подлезть вовнутрь и отравнять сам лонжерон вот отсверлил и как видите сейчас есть доступ чтобы эту фигню все выдавить и подровнять снял агрегаты есть вместо размахнуться молотком и так давлю то что нужно выдавить там где нету подхода подстукиваю и и потихоньку выравниваю лонжерон и так подровнял заваливаю разрыв зашлифовываю привариваю боковую крышечку лонжерона шлифую ну и как бы лонжерон этот готов но теперь буду приступать к ремонту левого лонжерона он не так сильно помят просто немного ушел в сторону и ушло это крепление бампера и я ставлю на место при помощи кувалды без нее никак подравниваю и натягиваю и начинаю измерять значит усилитель бампера вот эти отверстия должны совпадать вот с этими болтами и дотягиваю лонжерон до этих размеров также измеряю и другие расстояния размеры где надо подтягиваю также измеряем высоту лонжеронов измеряем под контрольным точкам если надо дотягиваю диагонали должны быть симметричны вот сейчас все подходит и расстояние между креплениями и диагонали тут можно сказать все хорошо вот еще контрольная подтяжка и теперь я принимаюсь за подрамник вот такой нехороший головчик металл толстый но и без резки этой детали обойтись нельзя было значит разрезал прикрутил на свое место и сейчас буду сводить все и сваривать так вот свел накинул еще балку подтянул сварил снизу сначала и потом обварил все остальное сейчас оно все нормально зачистил затем подшпаклевал и покрасил сейчас она так вот выглядит после чего все это я собрал подушку выровнял все это повел и покрасил лонжером чтоб потом сюда не лезть ну а теперь начинаю ровнять телевизор зажал в тиски перед рядачки отогну подравняю прикрутил скрутил что немного не подходит где-то надо подтянуть где-то надо давануть сейчас это я все сделаю и приварю но для начала естественно надо просто измерить размеры чтобы все было пучком эту дуру можно приварить не там где надо вот когда я промерил выяснил подтягиваю все на место подгоняю подравниваю и затем буду сваривать итак все подравнял приварил с одной стороны с другой и вновь измеряю диагонали в общем то чем чаще меришь и чем больше всяких размеров измеряешь тем круче после этого эффект что я и делаю но измерил все на первый взгляд хорошо и приступаю к ремонту правого переднего крыла которая валялась машины это единственная запчасть оригинальная его решили выровнять значит на столе я выстукиваю только контур и примерную форму этого крыла но остальной ремонт я буду уже делать на машине когда поставлю его это все на самом деле 1 я хочу сказать что это еще получается это а в земле это еще какой-то ты Продолжение следует... 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 Продолжение следует...